С помощью каких-то лемб доказал Штейнг этот диаметр. Посмотрим, какие могут быть свойства у нашей будущей фигуры. Мы еще не знаем, какая это фигура. Допустим, что она есть фигура на небольшой площади. Давайте выясним, какие свойства у этой фигуры могут быть. Первая лемба говорит так, что фигура должна быть выпуклой. Или, по-другому говоря, опыта должна быть выпуклой. Что такое выпуклая область? Область называется выпуклой, если любые ее две точки можно соединить отрезком прямой, целиком лежащим к этой области. Вот, пока на глазах видно, что это выпуклая фигура. Это фигура не выпуклая, потому что я имею две точки. Когда я их соединю отрезком прямой, обязательно в порядке отрезок выйдет за пределы нашей области. Это не выпуклая фигура, это будет в коже. Почему же, и вспомню ответ, обязательно должен быть в виде выпуклой фигуры? Это когда-то очень простое. Например, вот здесь. Вот почему такой фигурой быть не может? Когда фигура не выпуклая, мы можем найти форду, которая такая, что вся фигура лежит по одну сторону от этого фигура. Возьмем отражение, отражение зеркальное, это фигура, и тогда это смотрится. Что получилось? Длина, край она не изменилась. Это сейчас край стоит на месте, а это просто зеркальный образ, и такая же фигура. Задача кривая имеет данную длину выполняется, это условие, а площадь явно стала больше. Поэтому фигура наибольшей площади не может быть невыдобной. Она обязана быть в виде реммы 2 ображается, диаметр замкнутых, как можно говорить. Это есть любая форда, концевой точкой которой делит потом кривую на дверь равной длины. Вот если такая, ну она всегда существует, очевидно, где-то диаметр. И демон говорит так, что любой диаметр, вот этой самой кривой длины, которая неслабляющая, которая предполагающая, существует, делит пополам и ограничен в виде площади. Давайте я попробую это доказать. Найдем две точки, такие, чтобы концы этой хорды делили пополам длину. Тем самым длина этой части, и длина этой части, они равны. Ну и существование такой хорды, наверное, довольно очевидной. Если возьмем любую хорду, которая явно пополам не делит, то начинаем ее двигать, и в какой-то момент у вас получится положение, когда она длину пополам подлилась. Так, вот у нас с вами есть хорда, которая из Дианта. Я упреждаю, и длина утверждает, что эта хорда делит просто пополам. Допустим, что это не так. Пусть не так. У нас тем самым есть одна часть, и есть другая часть. Другая часть. Так что мы сделаем. Тогда мы сделаем следующее. Проведем прямую. Прямую проведем. И пусть у нас с вами что-то расположено. С1, допустим, больше всего 2. Больше всего 2. Что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Возьмем зеркальный образ. С1 относительно кривой. То есть, обходить к фигуре, должна по-другому расположиться здесь. Так, расположиться. В таком виде получится. Значит, дальше уже у нас получается новый вот кусок. Возьмем, что если один сложим слоной, с один слоной, чему равна эта вот площадь, этой части. Ну, по отражению зеркальному мы имеем. Эти фигуры конкурентные. Можно назвать зеркальный, поэтому площади будут равны. Какая же длина? Какая вот длина вот этой новой фигуры. Старая осталась? Вот теперь новая, которую мы с вами раздобавили. Поскольку у нас были длины, были равные по длине и по делению, значит, длина этой части равна длине этой части. Суммарной будет длина, длина С1 плюс длина С2. Вот исходные. Это длина всего нашего тяжа тревога. Когда я сделал вот такое отражение, длина С1 осталась на месте, то длина С1 слоной, это равняется длина С1 плюс длина С1 опять. А это будет длина общей кривой. Длина всей кривой. Значит, что мы имеем? Мы имеем новую фигуру, у которой периметр имеет ту же самую длину L, какая у нас с вами есть. А площадь уже будет больше, потому что С1 с волной плюс С1 равняется вся штука, я бы сейчас, что это равняется 2С1, 2С1. Так, а С1 антирисовый будет больше будет С1 плюс 2. Больше получается. Все? Мы с вами пришли по предположению. Мы получили фигуру, вот новую фигуру, у которой площадь больше, чем площадь у этих фигур. А эта фигура какая? По нашему предположению. Это фигура, имеющая наибольшую площадь. Значит, мы получаем, мы обнаружили новую фигуру с таким же периметром, у которой фигура площадь больше. Мы пришли к противоречию, поэтому наше предположение, что этот диаметр поделил фигуру на 2 неравные части, неверно. Значит, на 9 неравные части. Вот и такое важное свойство этого будущего кандидата на наибольшую площадь. И третья лемма. Фигура наибольшей площади. Вот допустим, ее диаметр. Пусть есть точка, откуда, сейчас, теперь такой угол видимости надо сначала определить. Угол видимости кривой точки, не угол объекта, отрезка. Из данной точки это угол между прямыми, которые идут от точки, от данной точки, от одного конца, отрезка и до другого. Вот этот угол видимости и есть. И утверждается, что угол видимости всегда будет 90 градусов. Утверждается. Допустим, обратное. Что тогда получится? Ну, скажем, у меня чуть-чуть видно, что не 90 градусов. Пусть угол, два варианта. Я пишу, айфен. Угол айфен и больше 90 градусов, и угол айфен и больше 90 градусов. Посмотрим, как это предположение будет в противоречии с нашим условием, что фигура имеет наибольшую площадь. Давайте посмотрим, что у нас получится. У нас получится следующее. Вот у нас есть такая иконочка появится, вот у него длина. одна длина. Я сейчас на швуку не смешу. А, С, В. Так, вот у него при В это айфен. Так, что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Сначала, если мы имеем тревоги, тревоги-ки, тревоги-ки с одинаковыми боковыми сторонами и какой-нибудь по-другому скажет так вот, выбор А, ВС, пусть будет А' В' С' И пусть у нас боковые стороны одинаковые. Здесь и здесь. У меня уже что-то получилось. Спрашивается, какого треугольника площадь будет больше? Так, вот здесь два треугольника присоединяются. Вспомним формулу, как вычитывается площадь треугольника есть известный длины двух сторон. Вспоминаем, пусть у нас длина А, это длина длина Б. Площадь равна 1 2 А длина Б на синус ул. 2 2 2 длина А длина Б Вспомним, вы видите, вот эти длины у нас с вами постоянные, здесь А, здесь тоже А, здесь Б, здесь тоже А, и Б. Поэтому площадь будет самая большая, здесь синус, самый большой. Когда синус самый большой? Это угол 90 градусов. Все. Если мы имеем два треугольника с одинаковыми боковыми сторонами на длине, то самая большая площадь будет того треугольника, у которого угол 90 градусов. Так, значит, вот в нашем случае угол не 90 градусов. Что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Давайте сейчас пока вот это приберем. И немножко подвинем угол. Возьмем, и дальше уже получится, скажем, я А с А на месте. Так, и скажем, все что ли. Все что ли. Вот сейчас, теперь я к этой стороне, вот здесь у меня была, это вообще осталось на месте. Вот осталось на месте. Так, теперь в новом положении, новом положении, я просто, вот фигуру, которая была, сюда перерисую здесь. Вот я, по-по-по-по-вчерам объясню. Так, тут все будет у меня идея. ВС. Можно было ВС? Так. У меня немножко два фигуры, которые от нашей, вот, часть нашей фигуры взять, у меня есть. Я, когда подвину, вот так, застрелил, я просто перенесу эту часть, какая здесь была, активная, условия, на новое место. Так, и что мы ее тоже получим? Мы получим, новую фигуру получим, новую фигуру получим, вместо АС, будет АС, штрих тут у нас с вами, АС штрих, так, теперь, уже будем с вами, вот угол уже будет 90-й раз, получается, КАВ пристраивать, ставить самую фигуру, какую здесь есть, и пристраивать, ставить самую фигуру, которая здесь осталась. Так, вот у нас получилось, новая, часть новой фигуры получилась. теперь я возьму отражение, зеркальное, этой фигуре, относительно диаметра АС штрих, отражение возьму, здесь получится, такая фигура получится, если, то же самое, перенесется, и все перенесется. Мы получили новую фигуру, что нехорошего? Изменился ли ее периметр, или нет? Я перенес это, скоро сюда, это то же самое, что и здесь, длина получилась. Вот это я перенесу сюда, то же самое, что получилось. Длина этой части, у нас с вами не изменилась. Так, теперь здесь, длина равна этой равной. А что мы имеем? Диаметр пополам, длину, поэтому, здесь была половина длины, и здесь тоже была половина длины. Теперь то же самое, половина длины, здесь тоже половина длины. В Итоне, то же самое диактор. Что стало с площадью? Вот здесь, с чего состоит площадь? Она состоит из этой части, из площади тревольника, и двух таких рубочек, одна вторая. Здесь что мы имеем? Здесь мы имеем новый тревольку, который площадь больше, потому что треугольник не с прямым углом, а здесь с прямым углом. А эти те же самые остались. Тем самым площадь этой части больше, чем была площадь здесь. А здесь симметрично. Что мы имеем в итоге? Эта площадь больше, чем здесь. Эта площадь больше, чем здесь. И в итоге получаем новую площадь, новую фигуру, которая площадь больше. Такое вот предположение здесь. С какого фигура отправились? Фигуры наибольшей площади отправились. Мы здесь предполагаем, что наибольшая площадь, а получили новую фигуру еще больше площади. Все противоречия, все противоречия с тем, что из угла в них не будет. Эти углы должны быть прямыми. Ну а дальше маленькая задача для вас уже таким образом. Имеем фигуру. Так. Вот такая маска задача. У меня кривая. Так. И такое свойство. Из любой точки, это кривой, данный отрезок виден под прямим углом. Данный отрезок и дано геометрическим местным точек, из которых отрезок виден по другим 90 градусов. Это будет окружность. Ну, на самом точнее, полуокружность. Полуокружность. А в том числе, если полуокружность, то уже полуокружность. Все. Вот все доказали. То есть, если фигура наибольшей площади существует, она обязана быть круглой. Вот доказатель Штейнера. Он предположит, что существует. Имеем три леммы. И мы в итоге получили, что фигура должна быть такой, что из любой точки ее границы, отрезок называемым диаметром виден по одним и тем же углом 90 градусов. Ничего другого, кроме окружности, не бывает. Вот доказатель Штейнера. Все. Ошибка в этом доказательстве.